Валерий Дмитриевич, скандал в Министерстве обороны. Пропала бывшая заместительница Шойгу, правая его рука, которая отвечала за то, куда перетекают и каким образом все деньги Министерства обороны в бытность Сергея Кожугетовича. Шевцова её фамилия. И более того, говорят, что она вообще выехала во Францию, что она испарилась именно в том направлении, именно в этой стране. Как вы считаете, то, что произошло, это пропажа Шевцовой, это что? Это какая-то попытка Шойгу отомстить, быть может, Путину, или за этим кроется какой-то другой интерес, какая-то другая история? Знаете, Шойгу никого отомстить не может, даже собственной тени. Ему бы вообще самому остаться на свободе и в живых. Это для него задача максимум сейчас. И она, я не уверен, что имеет решение. Это первое. Второе. Я вообще далеко не уверен, что госпожа Шевцова пропала в неизвестном направлении. Точнее, пропала в направлении Запада. Учитывая, как военная контрразведка следила за руководством Минобороны, и всем стало было понятно, что Шевцова один из кандидатов на задержание, я не исключаю, что она сейчас даёт признательные показания, находясь в неких помещениях. Причём это совсем не тюремные камеры. Я напомню по аналогии с генералом Суравикиным. Его не держали, допустим, ни в каких тюрьмах. Его держали на специальной квартире, где с ним вели нелицеприятные беседы. После этих бесед он, по-моему, три недели восстанавливался, чтобы его можно было бы показать людям. Так что я не исключаю, что с госпожой Шевцовой ведут такие... Те же самые люди ведут те же самые разговоры. Но их интересует, конечно же, не участие, как в случае с Суравикиным, в мятеже, в реальном военном мятеже Евгения Пригожина, а вот где находятся деньги. Наши огромные деньги они хотят знать. «Где деньги Зина? Путинская известная». «Где деньги Зина? Путинская известная». Ну да, да, как цитата из знаменитой песни Высоцкого. Вот они хотят знать, где находятся деньги. По ее Татьяну зовут. И плюс, какие связи были, как эта схема работала. Это же бесценный материал. Ниточка будет же дальше-дальше раскручиваться. Они, эти люди, очень убедительны. Когда они начинают спрашивать, Александр, я могу Вас уверить, что Вы расскажете им все. Буквально все. И все, что Вы знали, и все, чего Вы успели забыть. Хорошо, что я ничего не знаю, Валерий Дмитриевич. Даже то, чего Вы не знали. Ну, нет, мы же все-таки не имеем в виду себя, правда? Мы имеем в виду людей, которые действительно знали, причастны к крупным активам были. Ну, помилуйте, там финансирование Министерства обороны, когда началась программа перевооружения, большая программа перевооружения российской армии, она там исчислялась сотнями миллиардов долларов. И выяснилось, что большая часть, а может быть, большая часть этих денег была расхищена. Но Вы же понимаете, что эти деньги сохранились, а они где-то осели. Ну, допустим, Шойгу легче. Его активы находятся в России, это известно. Ему, правда, еще не задавали вопросы с пристрастием, а может быть, и не будут задавать. Может быть, он все сдаст добровольно, разоружится перед партией, покается, как говорилось, в 30-е годы. А некоторым надо задавать вопросы, наводящие, с подходцем обращаться с этими людьми. Так что я совсем не исключаю, что на самом деле она находится не на Западе, ну, может быть, на Западе Москвы. Валерий Евгеньевич, ну, давайте, допустим, хотя бы 1% допущения сделаем, что она все-таки выехала. Если это произошло все-таки, то серьезный удар будет по власти, по Путину, по Кремлю? Да, ну, это было бы ударом, если бы это сопровождалось публичными заявлениями, публичными разоблачениями человека, который находится на Западе. Тогда это было бы ударом, понимаете, репутационным ударом очень мощным. Но она же знает все о деньгах, она же знает все о перетолках, то есть это же еще и хорошая информация. Да, ну, знает, ну, и что, значит, те люди на Западе, которые по долгу службы наблюдают за российской элитой, они тоже, поверьте, много знают. И часть элиты с ними сотрудничает, ну, по крайней мере, часть сотрудничает. И, допустим, британцы говорят, что никогда не было у нас такой прекрасной возможности вербовки, как последние два года. По понятным причинам, потому что многие люди хотят для себя создать запасные аэродромы и получить гарантии безопасности. Они понимают, что у них земля горит под ногами и на Западе, да, ну, и в Российской Федерации может загореться. Поэтому им надо получить какие-то гарантии. Они предпочитают иметь дело именно с британцами. Это очень важно. Считают, что британцы – это джентльмены, которые выполняют свои обещания. Не то, что американцы не выполняют, это было бы неправда, они тоже выполняют. Но они вас в результате по программе защиты свидетелей где-нибудь замуруют в каком-нибудь Арканзасе. Ну и сиди там всю оставшуюся жизнь. Ты хотел наслаждаться ею? Да нет. Будешь там где-нибудь среди кукурузных полей, бескрайних кукурузных полей, находиться, домик в прериях, да, на границе кукурузы. А что ждет Шойгу? Да, это немного очень, понимаете. Здесь была бы важна именно политическая часть. Не, собственно, то, что касается знания чистого, хотя, конечно, представляет интерес. А что вот высокопоставленный функционер Министерства обороны выбрал свободу, перешел на сторону сил света, как любит известный российский политолог Сергей Марков говорить, цитировать. Ну, надо оказаться на правильной стороне истории. Оказаться на правильной стороне истории. Согласитесь, это произвело бы довольно серьезные пропагандистские эффекты. Ну, и этого эффекта нет, потому что, по-видимому, нет и предмета, который мы с вами обсуждаем. Точнее, все, с моей точки зрения, иначе. Я, еще раз, я точно не знаю. В данном случае высказываю свои предположения. Но просто если бы она действительно ушла на Запад, наверное, я бы уже об этом знал. Поэтому у меня скепсис. Я думаю, что это как раз, может быть, дымовая завеса, запущенная другим. Потом она вдруг объявится, слегка исхудавшая и помятая. Я отдыхал. Лечил. У меня был курс лечения. Валерий Дмитриевич, почему Путин взялся за клан Шойгу? Почему он убрал Шойгу и взялся за его клан, на самом деле? Ну, слушайте, ну, это и не Путин взялся. Здесь очень важно понимать. Потому что Путин мог бы взяться за Шойгу в марте 22-го года. Но он бы взялся за него не так, чтобы арестовал или посадил. Он бы с ним расправился. Жизнь в Шойгу тогда висела на волоске. Шойгу это знает прекрасно. Потому что богатырское сердце ту венца прекрасного могло остановиться в любой момент. В марте 22-го года. Что Путин не любит выносить ссор из избы. В то время как чекисты, и в первую очередь Патрушу, им предлагали. Нет, ну так нельзя. Надо, чтобы эти люди ответили. Надо взять, устроить чистку и показать всем, что мы беспощадно расправляемся со взяточниками, идиотами и тем самым потенциальными предателями. Путин на такое решение не способен был вообще. Но когда его не стало в живых, и к власти пришел, по крайней мере отчасти, Николай Платоныч Патрушев, его программа и стала реализовываться. Программа чисток – это программа Патрушева. Я вот время от времени провожу свои закрытые мероприятия. Я рассказывал об этой программе Патрушева еще в ноябре прошлого года. Я рассказывал о том, что будет чистка Минобороны, что будет чистка МВД. В феврале этого года я сказал, что снимут Шойгу, снимут всех или почти всех его заместителей, потом возьмутся за Министерство внутренних дел, а потом перейдут к другим силовым ведомствам. Это было известно. Ну, как, очень узкому кругу, очень посвященных людей. Вот число, коих вошел и я. Валерий Дмитриевич, я тогда спрошу у вас вдогонку, если мы уже говорим о клане Шойгу, потому что клан Шойгу – это же не только представители Министерства обороны. Мы видели с вами два очень странных теракта. В Крокусе Тихоле и в Дагестане серия терактов недавние. Московская область – это Воробьев. Это представитель, губернатор Московской области. Воробьев – это представитель Шойгу. Его отец, один из лучших друзей, Шойгу. По системе еще МЧС они были знакомы. Сразу после теракта в Крокусе за людей Воробьева взялись и очень серьезно взялись. В Дагестане Меликов, генерал-полковник, который полжизни провел, и он был связан с вопросами контртеррористических операций в Северо-Кавказском округе. Это тоже человек Шойгу. То, что происходило, вот эти теракты связаны непосредственно с тем, что пытаются уничтожить Шойгу и его клан, и его людей. Или это связано с другими какими-то вещами? Может быть, это какие-то вообще разборки внутри чекиста, например? Нет, террористические акты не связаны с хитро задуманной игрой. Там нет никакого смысла, кроме прямого. И нет никакой другой завалированной, скрытой подоплеки. Нет ни второго, ни третьего, ничего подобного. Это то, что могло произойти, исходя из самой структуры ситуации. И это случилось. То, что касается теракта в Крокусе. Дело в том, что так называемые спящие ячейки исламистов на территории России контролируются большей частью ФСБ. В подавляющем большинстве они контролируются ФСБ. Они ФСБ, если не напрямую создавались, то с ведомым. А периодически мы читаем сообщения о том, что чекисты обезоружили, обезвредили, и при попытке задержания все были ликвидированы. Это действительно спящие ячейки, которых время от времени выводят не в публичное пространство, а в расход. Но вы же знаете, что когда вы кажетесь сами себе кукловодом, и вы всех решили, что вы перехитрили, всегда находится кто-то, кто перехитрил вас. И у этой спящей ячейки, единственная была спящая ячейка, нашелся лихой куратор, не из конторы совсем, а как раз действительно из того самого подразделения ИГИЛ, не к ночи оно будет помянутой, которое в России запрещено, который осуществил террористический рак. Так что все это предельно просто. А в Дагестане, ну, там почва и без этого всегда была. Просто, понимаете, если, так сказать, внимание концентрируется в одном направлении, в данном случае это направление Украины, то оно не может не ослабевать на других направлениях. То есть мы можем сказать, что террористы вышли из-под контроля ФСБ, если мы говорим об этих двух терактах. В первом случае Крокуса – да. Во втором случае – нет. Это было следствие действительно внутри дагестанских причин. И то напряжение, которое там зрело, об этом все прекрасно знают в Дагестане, что эти вещи существуют, оно прорвалось вот в таком уродливом виде. В уродливо-кровавом виде. Но это могло произойти раньше, это могло произойти позже. Но вот есть вещи, которые просто происходят, ибо они заложены в структуре ситуации. Понимаете, это как раз симптом, с моей точки зрения, того, что в России начинается кризис. Дело в том, что есть места в Российской Федерации, где кризис проявляется раньше всего. И, конечно же, это место Северный Кавказ. Там выше напряжение, там целый клубок проблем, не только социальных, политических, но и этнических, и религиозных. Где тонко, там и рвется. Где высокое напряжение. Оно там прорвалось. И начинается хаотизация Северного Кавказа. Я думаю, что она перекинется на Россию. Не Северного Кавказа, просто сам процесс по себе этот. Как говорил Горбачев, процесс пошел. Я думаю, что он пойдет, и будет происходить хаотизация государственной ткани. Вот, допустим, последние заявления Бастрыкина, в частности, та часть его заявлений, которые были направлены против Госдумы, или Госдуры, как он мне сказал. Это, на самом деле, подрыв легитимности государственной власти. Ну, Александр Иванович об этом не думал, у него были другие мотивы. Но с точки зрения... Какие? Да очень простые, помилуйте. Вот все то, что он сказал, борьба с миграцией, восстановление смертной казни, ведение государственной идеологии, все это часть программы Патрушева. А я вам говорил несколькими минутами раньше, что по программе Патрушева предполагается чистка силовых структур. Александр Иванович Бастрыкин стоит во главе Следственного комитета. И для того, чтобы оказаться, так сказать, сохранить свою должность, у него есть для этого основания, но есть формальное основание против, ему 70 лет. Надо оказаться в тренде, в мейнстриме. Вот он говорит то, излагает то, он выступает фактически фронтменом «Чекистка Володи». Вот он выступил фронтменом. Это первое, второе. Там же, понимаете, какая еще есть такая интересная штука, она связана с российской политикой, о ней не любят говорить, но она играет важную роль. Ну, глава Российской Госдумы имеет прозвище «Негей Володин». Да-да, я помню эти прозвище. Да-да. И он глава, не глава, он один из лидеров российского голубого лобби. Именно лобби у государственной власти. Оно очень сильное в России, очень разветвленное, по крайней мере, два вице-премьера принадлежат этому сообществу, несколько министров, высокопоставленные сотрудники ряда ведомств, администрации, президента, чекистам все это категорически не нравится. Не то, чтобы они были гомофобы, это все-таки не совсем так. Они считают, что эти люди потенциально уязвимы для вербовки. Эти люди руководствуются презумпцией лояльности меньшинству, а не государству, то есть своей группировке. Поэтому от них на государственных должностях надо избавиться. По кому надо нанести удар? Ну, по тем, кто слабее. Начать надо со слабого звена. Слабое звено, с их точки зрения, но видное при этом, это Володя. Это очень важный, чтобы вы знали, очень важный, хотя и скрытый аспект российской политики. Нет, это я понимаю. Как раз тогда вопрос вдогонку. Смертная казнь. О ней вновь заговорили. Я прекрасно помню, что когда Путин начинал готовиться к большой войне в 1917-1918 годах, он уже тогда говорил о том, что смертную казнь, быть может, и стоило бы в определенные моменты вернуть. Но, как вы считаете, сейчас смертная казнь, в ближайшее время, может быть восстановлена в России? Да, осенью этого года. Осенью этого года ее предполагается восстановить. И когда я слышу... То есть, когда начнется процесс мобилизации, когда будут введены военные... Если будет мобилизация, сейчас это непонятно, это будет решаться на рубеже лета, осени. Пока что, сейчас, естественно, ее не будет. И, возможно, удастся ее избежать. По крайней мере, есть люди в российской власти, которые не хотели бы мобилизации. Но военная... Прошу прощения. Смертная казнь, она не связана с мобилизацией. Она связана с другими причинами. Значит, первая причина. Ее хотят первым делом применить против тех политзаключенных, на которых висит статья обвинения в госизмене. То есть, вести по отношению к изменникам Родины. Там понятно, кому первому это может коснуться. Ну, скажу без обвиняков. В коллективе Карамурзе. Это первый кандидат. Плюс там еще пара-тройка человек. И второе, они хотят этой статьей пугать всех чиновников. Потому что очень легко с помощью... Ну, сейчас что там? Да, срок, конфискация. А тут исключительная мера наказания. Высшая мера наказания. Они считают, что это будет очень действенная мера дисциплинарного контроля, инструмент их влияния. Моя точка зрения – это ошибка, это заблуждение. Ну, что значит моя или ваша точка зрения для людей, которые считают, что они все превзошли? Есть такая замечательная французская поговорка «Большие посты научают большие умы». Это очень большие умы уже в итоге образовались. Они всерьез намерены осенью восстановить смертную казнь. Когда я слышу заявление Зорькина, что действующая Конституция не позволяет отменить мораторий и прочее, я могу вам сказать, если грубовато, но с большей риской прямотой, они с большим прибором клали на Конституцию, на Зорькина и на всех, кто против них выступает. Я имею в виду из числа вот таких вегетарианцев, пытающихся поднять голос разума, здравого смысла и остатков гуманности, защиту гуманности. Нет, они всерьез намерены. Я не знаю, все-таки они сделают этот шаг или нет, но намерения у них самые серьезные.